Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, это видео для библейского портала экзегет.ру и мы обратимся сейчас к девятой главе книги Даниила. Девятая глава содержит не столько видение, хотя в то же время и разговор с тем, кто в предыдущей главе объяснял Даниилу его видение. Текст этот как будто бы относится ко времени Дарья сына Ахашверыша, или как здесь в синодальном переводе Ассуирова, из рода Медийского. Вот трудно очень датировать, потому что реальный, известный, так сказать, в истории Дарьих, он был сыном Гестаспа. И вообще говоря, знаете ли, вот эти указания, что царь Валтасар в предыдущей главе, что в первый год Дарья, они скорее должны дезориентировать читателя, для того, чтобы он не задавался напрямую вопросом, когда это происходит, потому что это не то, о чем хочет сказать автор. Вот в это время, в первый год царствования Дарья, Даниил сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господня к Иеремии и пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Вот этот второй стих сам по себе чрезвычайно интересен. Во-первых, автор, ну, он называет себя Даниилом, собственно говоря, нам ничто не мешает тоже называть его Даниилом. Итак, вот Даниил, во-первых, говорит о слове Господнем к Иеремии и пророку. И вообще говоря, предполагается, что текст Иеремии в это время автору хорошо известен, во-первых, известен, во-вторых, авторитетен. Формальной канонизации, собственно, священного писания еще нет, но некоторые части писания сборники писаний уже существуют в качестве авторитетных. В первую очередь, конечно, это Тора, которая включает в себя закон. Кроме того, это некоторые исторические сборники, хроники, летописи. Ну и, наконец, вот книги пророков, Иеремии в том числе. Стало быть, здесь уже есть текст, как авторитетный источник, начиная свою жизнь, историческую, то, что мы называем священным писанием. это слово «господник» и имя и пророку обозначает лишь один из весьма широкого спектра текстов. Это важно, потому что писанный текст для предыдущих эпох, до второй половины третьего, да даже и, может быть, до четвертого века до Рещества Христова не существует в качестве источника сведения о Боге, источника правды Божьей, источника воли Божьей. А вот здесь мы видим Даниила, который соображает по книгам число лет и обращается к тому слову, которое было к Иеремии и пророку. Теперь дальше. Он рассчитывает, соображает по книгам число лет, пытается, сопоставив разные высказывания в тех или иных книгах, понять, что же это за времена, о которых было слово пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. Это такое символическое, конечно же, число, 70 лет, но в то же время реальный плен не был столь продолжительным. Реальный плен продолжался меньше, около полувека. и это бы должно, конечно, несколько обескуражить читателя. Написано-то после плена и читается после плена, и не так, чтобы очень трудно было бы выяснить и вычислить. Ну, хорошо, вот 70 лет символическая цифра, символическая цифра. Ну, она и осталась символической. 70 лет советской власти покойницы тоже, в общем, соотносят обычно именно с этим числом. Вот такое вот время испытаний, пленения, несчастья символическое. Зачем бы нужен был разговор об этих временах, мы увидим, когда дойдем до второй половины главы, а пока с третьего стиха здесь речь идет о молитве Даниила. он обращается к Богу и молится. Когда соображают это самое время, это число лет? Ну, во-первых, эта молитва очень похожа на молитву Азари в начале третьей главы. Очень похожа по основным своим мыслям. Больше того, совершенно невозможно исключить, что это вариации на одну и ту же тему, но только молитва в третьей главе дошла до нас в глубокой литературной переработке и на греческом языке. Здесь это язык древнееврейский и, может быть, другой изводок. Тем не менее, смысл содержания вот какое. Я молился Господу Богу моему, исповедовался и сказал, Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим тебя. Вот он называет Бога хранящим завет и хранящим милость тем, кто любит Бога. Мы согрешили, не слушали рабов твоих пророков, у тебя Господи правда, а у нас на лицах стыд. Вот, собственно, об этом же и в третьей главе тоже молится Азария. Мы виноваты, ты прав, правду и судом истинным все навел на нас, а у нас на лицах стыд. И вот это повторяется несколько раз. Это такая поэзия, где трудно сказать что-то в простоте. Ну, то есть здесь мы видим с десяток предложений, каждый из которых содержит одно и то же, один и тот же смысл. И, может быть, можно было бы ограничиться тем, чтобы сказать это один раз. Но это поэзия, поэтому на разные лады она повторяет одно и то же много раз. Вот, поэтому здесь про стыд, про то, что мы согрешили пред тобой, повторяется и повторяется. У Господа Бога нашего милосердия и прощения, а мы возмутились, не слушали голоса Господа, чтобы поступать по законам его. И весь Израиль приступил закон и отвратился. И он исполнил слова свои и навел великое бедствие, но мы не умоляли Господа Бога, чтобы нам обратиться от беззакония. Вот основная мысль собственно этой молитвы и почти весь ее объем. но, как и в молитве Азари в третьей главе, здесь есть но, здесь есть продолжение этих мыслей. Ныне, Господи Боже, наш выведший народ Твоей земли египетской «Да отвратится гнев Твой и негодование Твое от города Твоего Иерусалима». То есть, ну, надо полагать, что эта молитва составлена когда уже Иерусалим восстановлен или хотя бы начал восстанавливаться, потому что речь идет именно о городе Иерусалиме, о Святой Горе Божьей и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. Вот мы просим Тебя о том, чтобы отвратился гнев Твой и таким образом народ находящийся в поругании каким-то образом восстал, воспрял «Услыши Божью молитву нашу, воздри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое». Ну, и где-то вот во втором и в первом веках дружищества Христова, по-видимому, минимум несколько раз осквернялось и святилище Иерусалимского храма, и появлялась в нем такая вот мерзость запустения. «Возри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое». Вот молящийся Даниил просит помиловать народ Божий и не оставить своим присутствием святилище в Иерусалиме, потому что по-настоящему именно это важно, присутствие Бога, а не что-нибудь другое. И вот мы повергаем моление наше пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Вот тоже еще одна ключевая идея. Мы просим у Бога милости, присутствия, просим у Бога, чтобы Он не бросал нас, но не потому, что мы для этого достаточно хороши, достаточно праведны, не потому, что мы заслужили это или имеем право требовать или просить. Не имеем права ни просить, ни тем более требовать, но уповаем на милосердие Божье. В Боге есть справедливость, правда, суд истинный, он не приемлет греха и в общем правдую судом истинным наводит бедствие на людей, которые поражены или чьи сердца поражены этим грехом. Но в Боге есть и милосердие. он жалеет, жалеет о бедстве, жалеет людей. И вот это удивительное свойство Бога для нас может быть вещь довольно привычная, а для современников и первых читателей Даниила это совершенно драгоценнейшая благая по-настоящему весть, благая весть, радостная новость о том, что Бог и милует тоже, о том, что в сердце Бога есть место не только гневу и справедливости, и справедливой каре, но и милосердию. Чуть раньше, скорее, в эпоху первой половины книги Даниила написана книга Иова, в которой герой этой книги, это не будем обсуждать жанр и свойства книги Иова, вот Иов обращается к Богу и говорит в молитве с великим дерзновением прямо кричит Богу о том, что это несправедливо, ты сам судья, ты сам меня обвиняешь, причем я даже не знаю в чем, и я не могу защититься тебя, говорит Иов Богу. Вот прямо как покоренные, плененные, вернувшиеся в Палестину, но все равно не свободные иудеи тоже могут говорить Бог обвинил нас и наших отцов в грехах, все правда, мы виноваты, мы в стыде, Бог нас карает, Он обвинитель и Он наш судья, и мы ничего не можем с этим сделать. Но автор Иова, например, говорит, ну тогда, чтобы было справедливо, ты сам будь моим защитником. Или утешителем в греческом переводе этого слова. Если ты судья и ты обвинитель, ты будь и моим защитником. Здесь у Даниила мы видим тоже разговор о том, что для того, чтобы действительно полнота божества присутствовала в нашей жизни, недостаточно праведного судьи и обвинителя, недостаточно того, что ты гневаешься на наши грехи и не оставляешь их незамеченными, безнаказанными, но ты и источник милосердия, но ты, но мы уповаем на твое великое милосердие. Услыши, Господи, и не замедли ради тебя самого, Боже мой, потому что имя твое наречено на этом городе, на этом народе. Не замедли ради тебя самого, не ради того, что мы молодцы, мы не молодцы, и даже не ради того, что мы нужны для каких-то целей, задач, которые Бог поставил, ради тебя самого. Мы просим тебя о милосердии, потому что такова твоя природа, тебе это милосердие свойственно. И это очень важная вещь. В условиях гонений, в условиях угнетения, как Иудеев держа веселье вкидов и в последующих державах тоже, очень важно услышать весть о том, что милосердию есть место в сердце Бога. Услышать о том, что эта милость по-настоящему то, о чем надо просить. И вот когда еще Даниил говорит и молится исповедует грехи мои и грехи народа моего. Вот еще в продолжении этой молитвы муж Гавриил, которого он видел в прежнем видении, прилетел, вразумлял и говорил в начале моления твоего вышло слово, я пришел возвестить его тебе. То есть, как только ты начал молиться, вышел ответ и я пришел тебе его возвестить. Между прочим, очень важно, что Бог отвечает, когда человек молится, не тогда, когда он десять раз повторил одно и то же на разные лады, как Даниил это делает, на самом деле в молитве, в начале, когда сердце твое обращается к Богу, чтобы говорить с Ним, исходит ответ, и он не зависит от того, сколько раз и с какой поэтической настойчивостью ты повторил одну и ту же мысль. Понимаете, это тоже чрезвычайно важно увидеть христианам, которые к сожалению большому очень любят повторять одно и то же пятьдесят раз, как будто, прости Господи, до него доходят плохо. Бог не страдает ни отсутствием слуха, ни задержкой развития, не надо ему пятьдесят пять раз повторять одно и то же, хотя мы еще раз повторю, это очень любим. Большей части для того, чтобы самим себе казаться хорошо помолившимся. А ответ приходит не после того, как кто-то по пальцам посчитает, сколько ты там акафистов зачитал. Тогда, когда твое сердце к Богу обращается. Вот, в начале моления твоего вышло слово, и так вникни и уразумей в видение. И муж Гавриил сообщает Данилу следующее, семьдесят седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление запечатанное грехи, заглаженное беззаконие. Некое определенное время, семьдесят седьмин. И никакого способа понять, какие временные промежутки имеются в виду, то ли это дни, то ли недели, то ли годы, то ли юбилеи по сорок девять лет или седьмин и лет по семь. Невозможно понять, что имеется в виду. Можно только с уверенностью сказать, что речь идет о большом, но в то же время ограниченном промежутке времени. Большое, но ограниченное время. Время, которое во власти Бога, которое определено Богом, определено семьдесят седьмин, определены для народа твоего, для того, чтобы последствия этого греха каким-то образом изгладились. Их Бог определил. И Бог не отчитывается. Почему Он так сделал и не обязан отчитываться? Да по большому счету никто и не дерзает спросить Бога. Важно, что ну вот Он на это имеет причины. Мы же доверяем Богу. Тогда как Он решил, так и окажется правильным. Речь идет действительно о продолжительном сроке, в течение которого покрыто преступление, запечатаны грехи, заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны видения и пророк, и помазан был святый святых. Вот для того, чтобы изменились люди, изменилась жизнь людей, вот для этого нужно это время, чтобы они смогли принять милосердие Божье, о котором молится Даниил. Ну и вот в конце 24 стиха говорится, вот время это нужно, чтобы беззакония были заглажены, правда приведена была и помазан святые святых. Ну и здесь, конечно же, возникает некоторая неясность, если не вовсе двусмысленность, потому что помазание священным елеем использовалось в разных обстоятельствах, в первую очередь для помазания первосвященников, при поставлении первосвященников вот используется помазание возлияния елея на главу, которое становится знаком благодати действующей теперь через этого первосвященника. точно так же и приблизительно в том же смысле при помазании царей на царство. Иногда возлияние елея и в каких-то иных случаях, там, на пророков или на каких-то деятелей, но главным образом, конечно, вот первосвященники и цари. Но не только. Здесь мы видим о некоем святом святых, наиболее святом, ну, так и способ сформулировать превосходную степень, о ком-то, кто будет величайшей святыней, принадлежащей Богу, и кто будет помазан как царь и первосвященник, или как царь, или как первосвященник, или и так, и так. Здесь вот в тексте книги Даниила появляется само это слово помазание и некий помазанник святой святых. Помазанник по-гречески Христос. На языке, на котором Даниил пишет Машеах, Мессия. Итак, речь идет о том, кто помазывается в Израиле через то время, которое определяет Бог. Стало быть, своим современникам и читателям Даниил говорит буквально следующее. Вот мы давайте с вами молиться вот так, просить прощения, исповедовать праведность Бога, уповать на милость и Бог определил время, когда Он на эту нашу с вами молитву откликнется и этим откликом будет помазание святого святых, будет пришествие некоего святого, который станет таким ответом Бога на нашу просьбу о милости. Зная и разумеет с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до помазанного владыки семь седьмин и шестьдесят две седьмины. Почему не сказать шестьдесят девять, а надо говорить семь и шестьдесят две? непостижимо. Может быть, Даниил что-то имеет в виду. Может быть, он пользуется какими-то идиоматическими выражениями своего времени. Ну, вот так. С семьдесят седьмин Бог определил, и вот пройдет это время до Христа владыки, до помазанного владыки. Будет ли это царь Израиля? Вероятно, да, раз говорят владыка. Он будет помазан на это царство, и за то время, которое, так сказать, мы будем его ждать, семь и шестьдесят две седьмины, возвратится народ в Иерусалим, обстроятся улицы и стены, но в трудные времена. И да, действительно, с самого начала возвращения из плена времена трудные, и приходится иной раз, как рассказывает Эздра и Инеемия, восстанавливая стены Иерусалима, в одной руке держать лопату, в другой меч, потому что вот-вот из-за скал выбегут какие-нибудь соседние маовитяне для того, чтобы напасть на народ Божий. Трудные времена, а потом, после перцев, освободивших народы, потом греки, потом ривлянии, и, в общем, все это времена трудные. Так обстроятся улицы и стены, город восстановится, народ вернется до Христа Владыки, до того, как придет милость от Бога, милость, которую, собственно, Христос являет собой. А потом, вдруг, говорит Даниил, по истечении 62-7 предан будет смерти Христос. Там не такой очевидно понятный оригинал. Ну, то есть, трагическая судьба помазанника сомнений не вызывает, но можно говорить о том, что будет предан смерти, будет убит, будет отвергнут Христос. Или, как вариант перевода, будет съеден. Вот как в Новом Завете, да, там, где Господь говорит, если не будете есть сына, плоти сына человеческого, там, такой греческий глагол, буквально означающий «грызть». Вот здесь тоже уместен перевод, этим самым глаголом предан будет смерть Христос, поглощен, отвергнут. Даниил говорит о том, что никакого триумфа не предполагается. Не предполагается, что в качестве милости Божьей и награды будет явлен Святой Святых, помазан на Царство и все станет хорошо. Он говорит о том, что нет, мы его отвергнем, он будет отвергнут, он будет предан смерти, а город и святилище разрушены будут народом вождя. Он говорит это своим современникам, чтобы они знали об этом, что они могут сделать с этим. Непонятно. Это не пророчество, это другой жанр. Пророк в подобном контексте сказал бы, но вы исполняете закон, обратите внимание на это, в зависимости от того, на что Бог через пророка обращает внимание, и отвратиться бедствия. Но вы примите правду Божью и отвратиться бедствия, или не отвратиться, но вы все равно примите, чтобы стоять перед Богом в правде. Как-нибудь так. Здесь речи об этом вообще не идет. Даниил говорит о том, что таковы в сущности судьбы Божьи. Так будет происходить. Бог помилует нас, и эта милость в том, что Он даст помазанника, святого святых, но Он будет предан смерти. Он погибнет. И после этого наступит время, когда завет для многих будет утвержден, а на крыле святилища будет мерзий запустения, будут идолы, будет поклонение чему-то совершенно постороннему. Одни говорят, что речь идет об Антиохе Епифане, который осквернил храм и устроил там капище. Другие говорят о каких-нибудь идолах, которые римские полководцы, начиная с Помпеи и дальше, вносили в Иерусалимский храм, или просто сами входили в него. Вот эта мерзость запустения на святом месте, собственно, это технический термин, который означает идолопоклонство, который означает почитание, поклонение, ну и изображение заодно в храме божьем чего-то совершенно не имеющего отношения к делу. Ну, там, понимаете, какого-нибудь молоха кровожадного нарисовать на стене святилища, вот это и будет мерзостью запустения и поклоняться ему, и, ну, в общем, в наше время каждый может сам понять, что же имеется в виду под этой мерзостью запустения. Даниил и его первые читатели, очевидно, имели в виду вот всех этих идолов, которые вносили туда языческие цари из державы Селивкидов или, может быть, римские тоже вождей полководцы. Ну, по большому счету, таким образом, самое главное в седьмой главе, в девятой главе, простите, самое главное для нас это то, что милость Божья оказывается не сработает сама собою автоматически и не даст то царство вечное, о котором говорил автор первой половины книги Даниила, потому что мы отвергнем Христа, мы предадим его смерти, царству его не будет конца говорит автор первой половины книги, автор второй половины книги говорит, нет, это не так все, потому что все то, что мы называем царствами в этом мире это все козлы и бараны, которые тут сражаются, а мы Христа отвергнем, как-то не получится, так, как мы надеемся, но утвердит завет для многих одна седмина и там время, когда прекратится жертва и приношение и до конца войны будут опустошения, вот что-то за этим последует другое, не такое, как можно было бы ожидать и этот завет, который Бог утверждает, он явным образом отличается от того, что ожидают люди, отличается от того, что мы хотим видеть под заветом с домом Израилевым, что-то другое, здесь не говорится о Новом Завете, хотя понятно, что имеется в виду именно это, это трудный, неочевидный тоже вопрос, на который еще здесь нет ответа, что же это будет за завет в последние времена. Продолжение следует...